МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости. Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко-главное. И снова под снежным ударом. Сегодня утром в Рутульском районе сошла очередная снежная лавина. Лавина опасной ситуации сохраняется еще в нескольких районах. Три года за убийство животного. Житель Табасаранского района, который до смерти забил шакала, ответит в суде. Фигурки животных, натюрморты и пейзажи. Художники-самородки и братья Сумгуровы представили свое творчество в национальной библиотеке. Сегодня утром в Рутульском районе сошла очередная снежная лавина. Ее объемы уточняются. Пострадавших и жертв нет, однако без транспортного сообщения остались 9 населенных пунктов и 2 пограничные заставы. А в Тлеротинском районе на дороге Анцух-Тлерота лавина полностью перекрыла дорогу. И без транспортного сообщения тут остались 30 населенных пунктов. Работы по расчистке лавины начаты, но имеется опасность повторного схода снега. МЧС Республики предупреждает жителей о лавиноопасной ситуации в горных районах. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, в Ахтынском, Рутульском, Цумадинском, Цунтинском районах и на Бештинском участке сохраняется лавиноопасность. В связи с этим населению рекомендовано воздержаться от поездок и походов. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан рекомендует населению воздержаться от поездок и походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам необходима помощь пожарных или спасателей, напоминаем, единый номер для вызова всех экстренных служб 112 и 101. Житель Табасаранского района, который до смерти забил шакала, ответит в суде. По версии следствия, на окраине села Ерси Табасаранского района обвиняемый поймал двух шакалов и один из них на момент обнаружения был уже мертв. Другого шакала мужчина подвесил на дереве и бил палкой, пока не забил его до смерти. Максимальное наказание, которое ему грозит, это лишение свободы на срок до трех лет. Также суд может оштрафовать его или назначить исправительные работы. Около 180 килограммов наркотических средств изъято правоохранительными органами в 2020 году и пресечена деятельность 22 наркопритонов. В связи с этим представители МВД провели профилактическую беседу с личным составом МЧС. Сотрудникам ведомства призвали уделять больше внимания детям, организации их досуга. Представитель МВД рассказал, какие бывают виды наркотиков, пути и способы их распространения. Говорили также о причинах увлечения молодых людей наркотиками и о признаках того, что подросток принимает запрещенные вещества. В Махачкале прошло заседание Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции на территории региона. В ходе мероприятия Сергей Меликов дал поручение срочно отремонтировать республиканский кожно-венерологический диспансер. Здание, построенное в 1972 году площадью 8 тысяч квадратных метров, состоящее из двух корпусов, находится в аварийном состоянии. По словам в РИО заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова, ремонт планировался еще в 2019 году, но в связи с пандемией ремонтной работы так и не начались. С сегодняшнего дня прием новых пациентов приостановлен. Взрослых и детей с инфекционными болезнями переводят в инфекционную больницу. Корпус освободят, а затем начнут ремонт. С обновлением здания также благоустроят территорию вокруг диспансера и близлежащие дороги. Появятся новые оборудования и койки. Бюджет проекта порядка 100 миллионов рублей. Республиканский кожно-венерологический диспансер работает до последней выписки пациентов. Вчера комплексная группа по поручению главы выезжала для оценки его технического состояния для выделения средств для проведения капитального ремонта. Эти мероприятия были запланированы еще в 2019 году. Но пандемия 2020 года не позволила нам начать там ремонтные работы, так как стационар был полностью перепрофилирован под инфекцией. Нам необходимо было там экстренно разворачивать в том числе и реанимационную службу. И, к сожалению, те условия, в которых оказались наши пациенты, они действительно не отвечали всем необходимым требованиям. Проектно-сметная документация будет обновлена. Средства на капитальный ремонт двух корпусов будут выделены. Кафе и рестораны получат возможность в течение месяца Рамадан работать в ночное время. Такое решение было принято на заседание Оперштаба. Напомним, сейчас общепит обслуживает клиентов лишь до 11 ночи. Сергей Меликов со своей стороны заявил, что считает логичным изменить рабочее время кафе и ресторанов, так как во время поста эти заведения не посещаются. В этой связи руководитель региона поручил подготовить предложение по работе точек общепита с соблюдением ими необходимых требований и рекомендаций. Коллегия Министерства труда Республики подвела итоги работы за прошлый год. Выступая на заседании, первый заместитель председателя правительства Республики Анатолий Карибов обозначил задачи, стоящие перед органами занятости и социальной защиты. Среди них снижение уровня бедности, восстановление занятости населения, обеспечение своевременных выплат государственных пособий семьям с детьми. Также Анатолий Карибов отметил результаты, достигнутые в 2020 году, и отдельную благодарность выразил социальным работникам, которые в самый разгар пандемии, рискуя здоровьем, участвовали в раздаче гуманитарной помощи малоимущим. Фигурки из дерева, колоритные картины и репродукции известных художников. Самородки из села Вачи Кулинского района представили свое творчество в Национальной библиотеке Дагестана. Династия художников Сумгуровых демонстрирует самые разнообразные произведения искусства. С ними познакомилась и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Фигурки птиц и диких животных, пейзажи, портреты и натюрморты. На этой выставке представлены самые разнообразные произведения искусства. Создали их художники-самородки, братья Сунгуровы. В прошлом они работники строительной и железнодорожной сферы. Этого очаровательного ежа Ибрагим собрал лишь с помощью иголок от акации и коры. А в коллекции Гаджи более 50 картин разных жанров. В них автор яркими красками передает красоту природы, быта и лица местных жителей. А к этому портрету у художника особое отношение. Это одна из первых его работ. А изображена на полотне любимая внучка. 60 лет мне исполнилось. Пошел себе подарок сделал. Купил краски, кисточки и начал писать. Эта многогранная выставка организована в рамках республиканского проекта «Самородки». Эта программа позволяет талантливым самодеятельным художникам показывать свое творчество жителям республики. Нам очень важно это тепло. Сколько света в этих картинах. Сколько добра. Дай Бог, чтобы у нас в Дагестане было таких людей побольше, которые могут из ничего иногда сделать такую радость, которая может долгие годы радовать и притягивать к себе. Любовь к Дагестану, к его людям, традициям и истории. Главный литмотив в творчестве братьев. В роду Сунгуровых искусством увлекаются не только Гаджи и Ибрагим. На выставке представлены и картины старшего брата, ножи в исполнении дядей и работы их ныне покойного отца. Это репродукции известных русских художников Ивана Шишкина, Айвазовского и даже скульптура Сталина. Потянут Ханапова Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В учебных заведениях из Бирбаша прошли встречи с богословами. В качестве религиозных экспертов выступили заместители муфти Абдулла Салимов и Мухаммад Майранов. Мероприятия прошли в Дагестанском государственном университете, в медицинском колледже Мини-Башларова и средней школе номер 8. Богословы поговорили со студентами и школьниками об актуальных проблемах, с которыми сталкивается молодое поколение. В ходе бесед учащиеся активно включались в обсуждение, выражали свое мнение и задавали вопросы. И о спорте. Дагестанские дзюдоисты выступят на чемпионате России среди слабовидящих атлетов. Соревнования пройдут с 26 по 28 марта в Подмосковном Раменском. Республиканскую команду представят 30 спортсменов, среди которых опытные спортсмены, поднимавшиеся на пьедестал почета чемпионов России, Европы и мира Зелимхан Суракатов, Малик Курбанов, Сааду Абдурахманов, Абдулла Курмагометов. Самый титулованный в составе дагестанской сборной – бронзовый призер паралимпийских игр Шахбан Курбанов. Отметим, что по результатам чемпионата России будет сформирован состав олимпийской сборной на игры в Токио. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.